привет я александр колокин мы сегодня обсуждаем фигурное катание в последний день уходящего года со мной олег ефтефеев давай дорогой скажи о чем поговорим у нас три короткие темы почему это ретут берет за человек года почему алина загитова все-таки возобновит карьеру и захочет это сделать кто в женском российском фигурном катании лучший после чемпионата россии косторная сербакова трусова ну что все мы узнали всех призеров чемпионата россии который уже называют чуть ли одним из самых скучных и интересных за прошедшие годы имеется ввиду особенно часто его так называют те кто начал смотреть но имеется ввиду например не парное катание да где там несколько десятых или сотых выиграли пара москвенной у рыжиков имеется ввиду не другие именно женская программа где группа тут берет за выше всех на голову думаю я думаю что если бы жене медведев это случилось чудо у него были в нормальные ботинки на все проиграла также как и лиза туктамышева с первой пробой четверного прыжка наверно основная интрига чемпионата какая-то не как думаешь это не убьет вообще сейчас интерес к фигурному катанию что нет противостояния явного противостояния не же такого щербакова ли косторная всем как все равно там трусова или щербакова а вот нет такого явного противостояния как медведева тут берется как раньше загитова медведева и потихонечку интернет интерес хлынет что значит всем всем это кто но со мной мастик они там женщин мне кажется что основной массе все равно кто выиграет косторная трусовый щербакова у косторной уже очень большая его фанатская база именно обособленная которая болеет четко за косторную у щербакова и трусовой может быть может быть поменьше но они тоже появляются и они неизбежно будут сталкиваться так же как загитовыми против медведева они отлично подходят как болеть за но плохо подходит болеть против ну слушай странно болеть против там не знаю плачущий 15-летний трусовый очень сильно недооцениваешь против косторной уже появляются хейтеры ну кто я уже четко вижу хотя бы один хейт против косторной тебе привести в чем и обвиняют и обвиняют в том что она высокомерная так а это какие то есть для этого основания или некоторым не нравится ее поведение после прокатов я там ничего особо должна упасть на колени всем кланяться бить нет я думаю наоборот в представлении таких людей спортсмен знаешь должен просто улыбаться говорить я хорошо выступил все мои спара все мои соперники молодцы мы все стремимся к общей цели слушай но они все ну должны люди понимать что трусово щербакова и косторная действует и делают ровно то чего хочет это региона тут беридзе и ты прекрасно помнишь как унизили наших коллег журналистов когда они все сидели в зале для пресс-конференции появился появилась эта региона да вежливо без хамста без какой-то вульгарщины но сказала мне надо собрать девочек там на пять минут для фотографий в инстаграме когда уезжала там улетала но представьте например где-нибудь на другом турнире на этом чемпионате канады америки такой бы не возникло потому что в принципе тренер испытывает перед журналистами но уважение уважение в данном случае мне кажется для этой тут береты журналисты надо просто какие-то такие люди которые ну они должны быть пресс-конференция должна быть я не обижен нисколько на этой георгиевну хотя может будучи на месте я бы там и высказался против но это показательная история что это георгиевна вот у нее этот своими и сейчас она может диктовать свои условия сколько хочет три ее ученицы едут на чемпионат европы поет на мир она победила она сейчас герой а всех остальных и близко не видно алексей николаевич мишин после проката своих учениц ушел с катка ушел об этом написал наша корреспондент александр сергиенко и его фанаты мишина кричали да как вы можете по профессору такого не может быть нет было было значит профессор и дай бог чтобы с ним было все в порядке значит может он расстроился я не знаю что то там приключился он не стал смотреть получается медведев никому не щербакову косторную он ушел с катка потом вернулся во первых заканчивая мысль у трусовой точно так же уже начинают появляться хейтеры которые говорят что у нее нет компонентов что она катается от прыжка прыжку и на слову а сейчас еще и прыжки не всегда выполняет ну щербакова я хейтеров действительно пока не видел потому что щербакова это такая девочка корректная во всех отношениях но я думаю если он третий раз подряд выиграет 5 россии они неизбежно больше любое человек который 3 года подряд выиграл чемпионат россии неизбежно будет подвергаться однако чербакова это такое можно сказать бивол на коньках то есть даже как дмитрия бивола при всем уважаемым тяжело раскрутить богсе также щербакова тяжелого скрутить фигурному дмитре .?.. salut а минут殺 ター гейтеров бивола тяжелого раскрутить по другой причине у него стиль такой незрелищный причем он результат на Чемпионате России, не победа с Щербаковой, не плач трусовый на плече. Самое обсуждаемое темное было ботинки Медведевой. Да, ботинки Евгении Медведевой. Ну, если... Вот ты как считаешь, к чьи вина тут? Арсера, Медведева, Паутиноча, Чаушеску. Если ботинок у Медведевой действительно сломался, то порвался. Запасные. Можно и только посочувствовать. Нет, она же выступала в тех же самых. Пыталась выступать. Нет, она купила новые, а в них было тяжело. Ну, естественно, в новых тяжело. Поэтому она обмотала скотчем. Она, двукратная чемпионка мира, обмотала скотчем коньки. Ну, возможно, не она все-таки обмотала. И пошла на лед. Да, так суть в том, что я говорю, если это действительно произошло, то Медведева может только посочувствовать, потому что действительно не везет ей в последнее время. Подожди секундочку. Ну, если это какая-то пиарация... Ты можешь представить, что группа Этери Георгиевна тут береза, приходит Щербакова, и говорит, вы знаете, Этери Георгиевна, у меня ботинки развалились. Я себе не допускаю такой ситуации. Вот у нее не может такого случиться. Потому что у нее четкая организация. У Арсера, получается, да, не доглядел. А может быть, Женя отдал на откуп. Она забыла, там, ну, случился форс-мажор. Но не предусмотрели. Ну, как, кто еще? Тренер вина, чья, получается, Арсера? Ну, вот поэтому группа Тутберидзе и побеждает, и занимает все первые места. А воспитанница в данный момент Арсера Медведева снимается с турнира. Ну, смотри, Женя уже все попрощалась с своими болельщиками. Пошла новые ботинки опробовать. Вот, она теперь будет... Она фирму сменила, кстати. Да, она теперь будет до следующего сезона заниматься своими делами. Она, кстати, в шоу будет выступать. То есть, ты уверен, что она на чемпионате мира не выступит? Нет, она уже попрощалась, сказала, что следующие будут свободные открытые прокаты при следующем сезоне. Не все, не все в этом уверены. Ну, хорошо, а кого она может заменить? Кого из трех прим, действительно, которые выше всех на три головы? Того, кто снимется по состоянию здоровья. Слушай, ну, не дай бог, не будем никому желать, ни травм, ни болезнь, как вот Лиза Туктамышева в прошлом году не попала на чемпионат России, заболев. Но это слишком маленький шанс. Если в прошлом году еще у нее был, в прошлом сезоне был шанс, потому что не было этой ужасной тройки. Дело не в шансе. Дело в том, что у нас есть другие запасные. У нас есть Лиза Туктамышева, которая, правда, тоже заявила, что возможный сезон соревновательный для нее закончен. Слушай, Лиза Туктамышева меня сильно расстроила. Она после четвертого места сказала, что довольна чемпиатом России. Не знаю, может, она имела в виду организацию, как их кормили, поили, селили. Но мне кажется, для человека, который выигрывал чемпионат России, Европы, мира, говорит, что он доволен четвертым местом на чемпионате России и статусом только лишь запасной, снова запасной на Европе. Но это как-то странно. Если ты хочешь сделать красивую мину, ну, лучше как-то помягче сказать. Я видел лицо Мишина после ее выступления. Нам сейчас могут сколько угодно рассказать, что профессор там нормально отнесся, но по его лицу было все написано. Ну, Мишин совершенно точно недоволен, а Лиза, у нее же вся последняя риторика такая, что вот я фигуристка, в возрасте которой считается для женского катания пенсионным. А что ты скажешь, кроме тихий, 23 года. Ну, это она так говорит. 23 года. И что я горжусь тем, что демонстрирую зрелое женское катание. Да, она вот это зрелое женское катание. Вместе с Мираей был. Я попыталась вкрапить четверной. Мне вот так рассказывали перед турниром, что она его прыгает на тренировке. Ну, что еще рассказывали, ты видосы мог посмотреть. Я честно сказал, что тренировки – это совсем одно. Прыгать четверной на тренировке – это как быть на таком что, где, когда на диване. Ты сидишь на диване, и ты на все отвечаешь, кричишь, а эти дураки в смокингах ничего не знают. А я вот такой хороший. Ну, да, телефон посмотрел пару раз, но ничего. Ну, с телефона ты четверной не прыгнешь. Она прыгнула, не получилось. Жесткое приземление. Алексей Николаевич и Мишина все было... Я не знаю, может, Мишин ждал, что она прыгнет, взял чудо, и я не совсем понимаю тоже, почему такое резкое расстройство. Ну, во-первых, ты же понимаешь, что четверной прыжок не спас бы ее от четвертого места, но даже не в этом. Кстати, если бы Трусова продолжила так же неудачно выступать, как она начала, продолжила завалить программу, вполне могла и выйти, но при удаче, конечно, четверной. Ну, если бы да кабы, но суть в том, что она, по крайней мере, старается. Это уже сильно выделяет ее в ряду многих других соперниц, которые даже не стараются. Ну, смотри, сейчас, вот вспомнить год назад, кто был четвертый – Стасика Константинова, которая саму Загитова обыграла, да, провалившую... Первая среди взрослых, так сказать. Сейчас, сейчас Стася далеко, на 13-м месте. Сейчас она прячет свои слезы в куртке Валентины Чеботаревой, которая стоит и почему-то улыбается, и не понимает, что он улыбается. Может, просто на камеру, может, дежурно. Но ситуация уже дошла до критической, то есть, или менять тренера надо. Ну, нельзя, это же колоссальный стресс. Ты себя настраиваешь, думаешь, ну, вот сейчас будет соревнование, я выйду, и все-таки сделаю это, я прыгну. А Стасия выходит, заходит на вираж, прыгает, падает и плачет прямо на льду. На ней тяжело смотреть. Это же все, у нее психологически, так она может закончить карьеру через полу. Видишь, тебе тяжело на нее смотреть. Представь, как ей тяжело поменять тренера. В фигурном катании поменять тренера, это тебе не в футболе перейти из одной команды в другую. Медведеву, пожалуйста, поменяла. Ну, и что ты видишь при этом? А мы не знаем, что было бы с Медведевой у Тутберизы. С Медведевой у Тутберизы, если ты понял, была серебряная медаль Олимпийских игр. Это было давно. Чужой, давно, она после этого пришла. Это было давно уже, в прошлой жизни. А мы сейчас видим Загитову, да, плюс без мотивации. Загитову мы сейчас не видим. Без мотивации. Если, конечно, ты на шоу не пойдешь. Ну, кстати, они такие все молодцы. Вот Загитова, Медведева. Они, ну, не Медведева, ладно, оставим. Загитова, она пристанавливает карьеру, да? Сейчас она выступает на шоу. Ну, да, как Плющенко. Шоу Татьяны Накуба. Как некоторые другие. Выкладывает фотки в Инстаграме с цветами. Все красиво, все хорошо. Но при этом она только пристанавливает карьеру в сборной. Она остается в сборной на ставке. Я сейчас не считаю чужие деньги. Я даже не знаю, сколько она получает. Ну, думаю, там, не пять тысяч. Дело не в этом. А в самом принципе, если ты уходишь, не выступаешь за сборную, почему ты получаешь, остаешься в сборной, получаешь деньги. Тебе же озвучили почему. Потому что она взяла паузу в карьере, а не ушла окончательно. Ну, если бы она ушла окончательно. Хорошо. Вот я сейчас... Вопрос, сколько продлится эта пауза. Я сейчас приду сказать, давайте я возьму паузу на полгода, но прошу сохранить мне выдачу зарплаты, все. Любой человек вот сейчас, который нас слушает, скажет, вот я на работе приду, скажу в офис шефу, слушаю, Иваныч, ну там, Петрович, Сидорович, неважно. Полгодика я поживу там с удовольствием. Ну, зарплату оставь мне, ладно? А этот любой человек, если не секрет, он Олимпиаду выиграл? А это не важно. Это совершенно не важно. А в данном случае это как раз только и важно. Нет, это совершенно не важно. Олимпиада была в прошлой жизни, и Алине за нее уже хорошо государство компенсирует. Нет, не была она в прошлой жизни, она была в только что в лучшем олимпийском цикле. Она была в 18-м году. До следующей Олимпиады еще перестеперей. Уже прошел один целый сезон. Уже прошло полтора сезона прошло. Это немного пока что. Пока что Алина Загитова действующая олимпийская чемпионка. Ну, считается, что олимпийские чемпионки всегда действующие. Они всегда действуют. Ну, это чисто формальность. Она победительница последней Олимпиады. Ну, хорошо. Пока что ее осталось. Хорошо. Как ты думаешь, когда Загитова вернется? И вернется ли вообще? Я думаю, что Загитова вернется. Она совершенно точно, на мой взгляд, вернется к Олимпиаде, к следующей. Я не знаю, в каком статусе будут там выступать российские спортсмены. В нейтральном. Да, Олимпиады еще. В полу нейтральном. Вагон времени. В четверть, неважно. Два года. Два года – это не вагон времени. Я совершенно уверен, что она вернется. И это будет приблизительно, приблизительно похоже на возвращение Евгения Плющенко. Который, как ты помнишь, кое-как, но все-таки принес в пользу сборной. А может, похоже на возвращение Наполеона? Который все время вернулся, но все-таки потом был опять суслан. Ну, прекрасно. Он ничего не потерял при этом. Как Алина вернется, если она потеряет вот этот навык тренировки? То, что она будет рассказывать, что она тренируется. Это все совсем не то. Это шоу, где нет такого вебеса адреналина. Алине сейчас надо переждать два момента. Во-первых, надо окончательно переждать пубертат. И начать учить четверное уже в зрелом возрасте, как вот Туктамышева сейчас учат. Туктамышева и великолепные физические данные для прыжков. И она, соответственно, может это сделать. У Загитовой тоже неплохие. Загитова же не знает другой спортивной жизни, кроме как под Кнутом Тутбериза. Ну, Кнутом в переносном смысле, я имею в виду. Это жесткая система. И когда Этери Георгиевна даже после Олимпиады искала, Алина, давай возвращаться, все теперь по-новому, все по-старому, все так же, с такой же выкладкой. И Алина, как видишь, оказалась не готова. Потому что она же не готова, она чемпионкой мира стала. Ну, она ушла потом. Все, она выиграла чемпионат мира, и все, она не готова. Тебе мало, что ли, чемпионом мира? Нет, мне это не мало. Мне просто, ну, хорошо, в 17 лет отлично завершила карьеру, прекрасно. Это ее выбор. Еще раз повторяю, значит, ей надо переждать. Во-первых, этот момент, это было первое. И второе, ей надо переждать, ну, скажем так, вот эту эйфорию, которая сейчас творится вокруг нового поколения, вокруг трио Тутберидзе. Так это долго ждать. А они пришли не на год. Абсолютно не фор. Они не на год. Они не на два пришли. Не на год, не на два, ты в этом уверен? Слушай, ну, если учишься, что Алина закончила в 17, но будучи олимпийской чемпионкой, то эти девочки... Чемпионкой всего. Да, чемпионкой всего, да. То эти девочки пришли уж точно до Пекина. И так просто свои места не дадут. У России три места на Олимпиаде в женском турнире. Больше не будет. Ну, ты помнишь, что там сейчас начался... Алини Загидовик, а действующей олимпийской чемпионке не дадут отдельную квоту. Нет, это понятно. Просто квоты могут и расширить. Но дело даже не в этом. Дело в том, что пускай она с ними конкурирует. Просто она должна вот сейчас конкретно переждать очень-очень тяжелый момент. Осенью конкуренции у нее не получилось. Да, понимаешь, вот когда она в финале гран-при выступила, вот четко было видно, что сейчас она бороться не может. Ну, не может вообще. От того, что она продолжала бы бороться, ну, было бы вот примерно то же самое, что сейчас творится с Медведевой. Да, то есть фанаты ее поддерживают, но результат налицо. И ряд специалистов сказали, что если бы Загитова приехала на чемпионат России, показала идеальный прокат, она могла обойти в тройке Трусова. Ну, что значит могла? Если бы Трусова показала очень плохой прокат, а Загитова идеальный, ну... Я не исключаю, что если была бы Загитова, то Трусова могла еще больше разнервничаться и показать еще худший прокат. Ну, Загитова существует не для того, чтобы нервировать Трусову. Загитова существует для того, чтобы свою карьеру развивать. Причем здесь вообще Трусова? Карьера Загитовой уже все финализирована. Да ничего она не финализирована. Она выбила все, что только можно. Она сейчас перешла уже в шоу, дай бог. Много кто возвращался после шоу. Хотя это немного странная практика. Возвращался сейчас Плющенко вспоминает. Но это совсем не та история. Много кто возвращался. Но мне не кажется, это нормально на самом деле. Тянуться можно по-разному. Можно вернуться, занимать шестые места. Вряд ли Алине это надо. Ну ладно, там в боксе есть люди, которые вообще по пять раз карьеру завершают, на следующий день снова возобновляют. Всякое бывает. Просто Алина должна думать о себе, понимаешь? Вот сейчас, конкретно сейчас, она бороться не может. А через год-полтора вполне возможно. Почему нет? Только вы платите это время деньги, все. А я там уж подумаю, через годик можно... А это вопросы к Федерации фигурного катания. Это она распоряжается своими деньгами. Мы задаем эти вопросы. Но видишь, Федерации не очень любят на них отвечать. Я, кстати, не умею. На вопросы о бюджете никто не любит отвечать. Слушай, но Федерация это общественная организация. Это не частный клуб. Поэтому иногда приходится. Приходится. Я еще раз хочу посочувствовать, что говорят только о женщинах, как будто мужчины не выступали, пары не выступали, а танцы как будто вообще уже отменили их вообще. Нет, исключительно. Почему? У нас были красивые фотографии, все посмотрели, порадовались. Ну прекрасно, красивые фотографии. Слушай, ну а людям нельзя искусственно... На мой взгляд, это очень обидно. Слушай, ну а что значит обидно? Людям нельзя искусственно сказать, вот этого любите, а этого не любите. Это смотрите, это не смотрите. Да можно, сейчас так бывает. Они сами выбирают. Они сами принимают решения. В конце концов. Ну можно им хотя бы посоветовать смотреть не только на женщину. Вот у Дмитрия Алиева уникальный успех в его карьере. Давайте хоть немного парня поддержим. Он такой нестабильный все время. Вот сейчас он наконец-то, ну более-менее стал выходить на уровень, который он может показывать. А для нашего мужского катания это долгожданный успех. Потому что у нас давно не было мужчин, которые могут... Ну да, вот у Тамары Москвиной... Хотя, конечно, ему еще есть куда стремиться. У Тамары Москвиной появилась новая прекрасная пара. Ну давно. Байкова, Козловский. В финале гран-при они не очень хорошо. Которые выиграли чемпионат России. Вот, прекрасная пара. Я видел их на тренировке, когда я сделал интервью к Москвиной. Замечательные ребята, абсолютно не звездные. Да, вообще все новое поколение от российских парников. И, кстати, у Москвиной это первая пара с 2010 года, которая выиграла чемпионат России. То есть 9 лет. Были последние Кавагути и Смирнов. Жаль, конечно, что в мировом спортивном парном катании сейчас конкуренция, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Если так пойдет и дальше, то там реально под угрозой. Хорошо, а в женском разряде, конечно, конкуренция бешеная. В женском разряде она под угрозой из-за того, что вот эта группа Дудберидзе резко рванула вверх. А в парном разряде она под угрозой из-за того, что просто пар очень мало. Кстати, вот мы не знаем, чтобы через год с Косторной, с Щербаковой посмотрим тоже. Ты только что говорил, что они ни на год и ни на два и вообще до Пекина. Ну, на данный момент, да. Они выглядят такими девочками, которые пришли, урвали свой кусок и никому ему не отдадут. Этим всем пенсионеркам Туктамышевым, Плачу Константином тем более, еще Самодорова Софья, чемпионка Европы. Да она не пенсионерка, она тоже молоденькая. Да, у нее только второй взрослый сезон и все! И мы ее не видим. Так же может пропасть Щербакова. Так же, я не желаю, не дай богу, Трусова. Мы, кстати, еще не знаем, у сейчас чемпионат Европы будет, как там Трусова? Не поплывет ли она там тоже? Ну, Трусова, видишь, у Трусовой... Я за нее переживаю, я за ее психологическое состояние. У Трусовой огромный плюс в том, что она уже мировая рекордсменка. Понимаешь, мировая рекордсменка уже не пропадет. Ну, мировая рекордсменка... Она может ничего не выиграть, но у нее мировые рекорды. Да, но про мировые рекорды забудут на следующий день, особенно в фигурном катании. Это не прыжок в шестом, не бег на сто метров. В фигурном катании все помнят только, кто выиграл Олимпиаду. Например, Загидова, если выиграет еще Олимпиаду, она будет первой в истории нашей страны двукратной Олимпийской чемпионатной катании. Люди, которые выиграли Олимпиаду, не так и много. Не все великие фигуристы. Все помнят Аделину Сотникову, которая тоже, кстати, не завершила карьеру, хотя она выиграла фактически только Олимпиаду. Больше ничего, и не надо. И все, и до сих пор перестанет карьеру. Ну, вот ты Ирину Слуцкую помнишь? Помню. Ну, вот видишь, в чем проблема. Ну, Ирина Слуцкая была, так сказать, на безрыбье. Ну, знаешь, на безрыбье. Ну, тогда не было такой у нас россыпи, при всем уважении к тем выступающим, а девочкам, да, такой россыпи сильных фигур. Ну, согласись, что не только Олимпийских чемпионов люди помнят. Вполне себе помнят и тех, кто был на высоких ролях. Евгения Медведева не стала Олимпийской чемпионкой в одиночном катании, но ее помнят. Команда появилась, как-то, недавно, да? Может, ты еще Юлию Лепницкую забыл? Она у нас тоже как бы... Юлия Лепницкая, кстати, сейчас выступает в шоу вместе с Адалиной Сотниковой. Все так, что у них все в порядке. Они нашли себе просто фигурного катания. Я, кстати, не исключаю вариант, что Алина Загитова может не вернуться через год, и они вместе с Женей Медведев объединятся в шоу, и начнут такие бабки стричь, какие не снились. Представляешь, шоу Загитова и Медведева. По одному флакону. Это же прекрасно. Мне, знаешь, все очень нравится. Вот до появления вот этой вот темы, что нехорошо эксплуатировать подростков, давайте повысим возраст соревновательный, да, вот это вот все. И для шоу тоже. Нет, подожди, я не о том, я о соревнованиях сейчас говорю. Короче, до того, как появились девочки Тутберидзе, была совершенно другая тема, что бедные-бедные спортсмены, они же до 30 лет карьеру тянут, поскольку они больше ничего делать не умеют и не могут, а после 30 неподготовленные приходят в жизнь, глупые такие, не обученные, необразованные, что же они там делать будут, бедные? Наверное, спиваться. А теперь, оказывается... Почему за успиваться? Ну что за... А я не знаю, была такая риторика. Что за идиотизм? Почему спиваться-то? А теперь, оказывается, совершенно по-другому. А теперь, оказывается, нельзя эксплуатировать. Если ты живешь в таком районе, где бутылка на бутылке, где для людей смысл жизни проснуться и залиться, ну зачем, почему сразу спиваться? Они спортсменки. Они живут в совсем другом мире. У Загитовой... Загитова с премьер-министром Японии общается. Кто-нибудь из твоих соседей, кто бежит с бутылкой, к ларьку, он общался с премьер-министром Японии? Ну так кто Загитова? А девочка, которая 17-е, 18-е места хотя бы на чемпионате России занимает, она с кем, по-твоему? Что, обязательно сразу идти за бутылкой? Нет, я тебе говорю, какая риторика была. Все не могут выигрывать. А теперь? А теперь оказывается совсем по-другому. Теперь оказывается, что нельзя эксплуатировать подростков, что надо поднять соревновательный возраст лет до 21-го. Нет, не надо передергать. Татьяна Тарасова предложила 18 лет. Это она сейчас предложила. 21 никто не предлагал. Да и время она еще больше. 21 никто не предлагал. Ну это передергание какое-то явно. Хорошо, расскажи мне, почему ты считаешь 18 можно, а 21 поздно? Потому что это не распитие алкоголя, где там у нас в России с 18, а в Америке с 21. Потому что 21 это уже сложившаяся, это уже поздно. Куда? Зачем? А 18, по-твоему, не поздно? 18 нормально. Это уже сложившаяся девушка, женщина. 18 сложившаяся, 17 сложившаяся. Сейчас трус его можно назвать? Смотришь, ребенок. Смотришь на этих хрупких, Щербакова, Косторная. Ну посмотри на Елизабет Турсенбаеву, она, по-твоему, не ребенок, ей больше лет. Слушай, восточные женщины, они раньше сформируются. Кстати, по поводу восточных женщин. А Загитова, по-твоему, какая женщина? По поводу восточных женщин. Тут Береза же высказывалась, что она любит работать с восточными. Подожди, а вот грузинки, это восточные женщины? Я просто уточнить хочу, где восточные женщины начинаются? Мне интересно стало. Не надо говорить. Тут Береза, помнишь говорила? Я люблю работать с восточными женщинами. Почему? Почему? Потому что они беспрекрасно все выполняют. Это к чему разговор? К тому, что кто переживает. То есть, и тут Беридзе, это Ригеоргина, уважаемый, здесь обидит. И она плюнет, хлопнет и уедет из России. Я не уверен, что у нее будет такой же успех в других местах, где она будет тренировать. Потому что, я думаю, ни в Америке, ни в Европе ее методы, ну, вряд ли будут стопроцентно вот так вот все востребованы. Вот это ее жесткость, такая вот требовательность. У тебя какая-то странная логика. Работать с восточными женщинами не в Америке надо, а в Китае, в Японии, в Индонезии. Я не знаю, как работать в Японии. Может, там Кихиру тоже хлыстом хлещут, чтобы она делала четверные. Ты говорил про методы работы, так вот... Методы работы этой Ригеоргиной подходят до 17 лет. Ну, от Урсенбаевой. А потом Алина Загитова откроет глаза и хочется жить другой жизнью. Она видит других девочек, мальчиков, там, я не знаю, которые любят, радуются жизни. И ей хочется тоже этого. Тем более, что, ну, сука, она уже столько заработала, она столько выиграла. В конце концов, ей хочется тоже пожить. А тут Беридзе, естественно, она не может сказать, Алина Загитова сегодня тренируется там час, а все остальные три часа. Для нее все одинаковы. Иначе в ее группе будет разлад. Ну, так в чем проблема-то? Пускай Алина Загитова занимается тем, что ты перечислил. В чем проблема? Вот, Алина Загитова сейчас этим и занимается. Прекрасно. Но федерация при этом ей платит деньги. Это вопросы к федерации, а не к Алине Загитовой, которой, тем более, я уверен, гораздо большие деньги платят ее рекламные партнеры. Это безусловно. Кстати, я слышал версию, что вот приостановка именно связана с рекламными партнерами. Что рекламным партнерам нужна Алина Загитова, член сборной России. Ну, это всего лишь версия. Алина Загитова, выступающая только в шоу Татьяны Навки. Кого она там, кстати, играет? То есть, по-твоему... Кого она играет? Спящую эту красавицу? Ну, если заглавный персонаж какой-то, кого она может играть? То есть, видишь, как символично. Она и там засыпает, и здесь заснула. Ну, она не заснула, она уж тогда упала, я не знаю. Я плохо помню историю спящей красавицы. Она падала там или она с самого начала лежала? Наела, не пойми что. Да? Яблоки. Кстати, интересный момент еще. Ты, по-моему, про Челябинск хотел поговорить. В Челябинск, да. Чемпионат России снова везут в провинцию. Посыл популяризации фигурного катания. Типа в Москве все зажрались и не придут. Хотя я думаю, что везут в Челябинск, потому что провинции серьезно относятся к организации. Вот я, например, слышал, что когда проводили в Питере, было очень много негативных возрастов. В Питере много раз проводили. Вот, второй момент. В Москве, может, есть опасность не собрать полный зал. Тем более, что сейчас, если не вернется Загитова, а Медведева опять сломается ботинок, мы опять увидим такой скучный чемпионат России, как был сейчас в женском турнире. Но если ты видел, в Красноярске до начала женской программы тоже жаловались на пустые трибуны. Там, правда, рабочий день же был, насколько я помню. Причем не поздний вечер и не ночь. То есть, мне само по себе немножко странно ставить соревнования в такие условия. Ну, поставятся под фигуристов, они не могут ночью там выступать. Ну, тогда, наверное, вообще не надо говорить о трибунах, потому что, ну, если люди работают, вряд ли они могут прийти. Это не шпят мира по футболу, ради которого там полстраны отпуска берет, и им еще эти отпуска дадут. Ну, показательные были женщин в субботу, там народу было, и что, кстати, интересный момент, обратил внимание, что никто не ушел. То есть, после того, как стало известно, что Женя Медведева не будет выступать, никто не сдал билет и не ушел. Смотришь, как обидно, люди летели через полмира. Да, мне рассказали историю, девочка там что-то 30 тысяч заплатила за билеты, прилетела ради Загитовой и Медведевой, а в итоге увидела Трусову и Щербакову. И Косторную, и улыбающуюся Туберидзе в тот момент, когда объявляли про то, что Женя Медведева из-за проблем с сухонимпромой снимается, она не может подвигать все опасности. Туберидзе в этот момент улыбалась, я не знаю, может, Тудаков ей рассказал анекдот или что-то такое, но вот почему-то камера запечатлела какой-то улыбкой. Ради Загитова она, в смысле, билеты брала еще до того, как Алина объявила приостановку. Ну, наверное, да, потому что люди все-таки такие вещи берут билеты заранее, чем раньше берешь билет на самолет, тем меньше. Слушай, ну в таком случае можно и сдать было, если я правильно понимаю, или получается уже только ради Медведевой? Бывают билеты, которые не сдают, бывают билеты, которые специально ты платишь меньше, но есть риск, что если что, ты не можешь их сдать. Ну да, ну слушай, в любом, фигурное катание вообще настолько травматичный вид спорта, что всегда такой риск есть, знаешь. В любом случае человек посмотрел на чемпионат России, тут же хорошо, знаешь, не всем это повезло так. А что касается провинции, ну объективно, в Москве постоянно... Причем уважение, я никого не хочу обидеть, там скажу, о, на провинции, а мы тут в Петере живем, такие северная столица, тем более москвичи не любят северную столицу, говорят, что столица одна только. Нет. В провинции это просто слово, есть столица, есть столичный регион, есть другие регионы. В Уральский регион, да, везут в Чилиарне. Да, так вот, ну Красноярск это не Уральский регион, в Сибири, ну не суть. Короче, в Москве постоянно прописался этап Кубка, этап Гран-при. Ну это плохая замена, там половина не выступает, ну половина не выступает, ну, во-первых, не половина, но суть не в этом. Слушай, ну, я думаю, я боюсь за твоих детей, они скажут, папа, где наш ананас, а ты скажешь, вы уже ели персики, успокойтесь. Ну, по крайней мере, у них персики будут. Слушай, ну, это плохая, это коммерческий турнир. Да, причем коммерческий, не коммерческий. На чемпионате России это самый важный турнир, на нем определяется будущее, составы на чемпионате Европы, мира, будущих фигуристок на полгода. Этап Гран-при, ну это просто соревнование, где даже можно что-то попробовать, если ты проигрываешь, это не смертельно. Да не в этом даже дело, просто этап Гран-при каждый год проходит, каждый год, поэтому, ну, объективно... Ну, кстати, этап Гран-при может тоже чередовать Москва-Питер, между прочим, спокойно. Ну, сейчас не чередуют. Насколько я помню, Федерация вроде объясняла это спонсорскими, да, требованиями, но я могу ошибаться. Но проводят там Гран-при, но ты знаешь, что Москва надо привозить в чемпионат России раз в 20 лет. Ну, а все, у нас много других городов, почему они, по-моему, не заслужили, что ли? И то вот, Челябинск же уже проводил чемпионат России, почему не привезти в город, где его еще не было ни разу, с советских времен, а может быть и вообще не раз. Слушай, ну, привозят обычно... Чем, допустим, Пермь хуже? В Перми, во-первых, очень любят хоккей, во-вторых, там огромные традиции фигурные, сколько фигуристов там тренировалось или даже выросло. Слушай, ну, это же тоже связано с финансами еще, может, со спонсором. Вот ты видел сейчас, кто был спонсором, мы не будем называть мороженое, да? Ну, там муляжи, если не лежали, иначе бы мороженое потарило. Вот, пожалуйста, нашли спонсора мороженое, да? Ну, это символично лед, мороженое, все красиво, там, снег. Ну, суетом, нет, я против Челябинска ничего не имею, я считаю, что это очень правильно, возить соревнования по всем городам, не замыкаться на одном. И в этом плане я, опять же, не понимаю, почему этап гран-при постоянно проходит в Москве, это неправильно. Ну, это, может, условия ИСУ, я не знаю, потому что, во-первых, надо еще привезти этих европейских приезжают, японских, фигуристских. Ты видел, где канадский этап гран-при прошел? Ты вообще этот город знал до этого, о его существовании? Слушай, ну... Найди мне его на карте, давай. Хотя бы к ней приблизительно в половину Канады, где он находится, я не уверен, что ты попадешь. А у нас все время Москвы. Давай сделаем прогноз, чего будет со всеми фигуристскими, топами женского через, давай, год. Аделина Сотникова. Будет выступать в шоу. Алина Загитова. Продолжит паузу в карьере, через год ты говоришь, да? Да. Пауза в карьере будет продолжаться, но будет подходить к завершению. Даниил Глихенгаус. Он сейчас не фигурец действующий. Ну, слушай, он больше, чем фигурец. Продолжит заниматься тем, чем занимается. Работать в штабе. Ругаться с Плющенко? Вполне возможно. Очень может быть. Мне, кстати, даже немножко обидно стало за Плющенко, что он какой-то пришел, левый чувак, там, ничего не выигравший, нигде не катавшийся, там, что-то сказал, его обосрали. Блин, левый чувак, это ты сейчас о коме. Ну, про Плющенко, как будто левый чувак, значит, пришел, там, что-то высказал свое мнение. А это вот тебе, возвращаясь к тому, с чего мы начали, вот Плющенко, казалось бы, да, вот уж, ну. Ну, его тут же палили со стороны тут береза. Ты можешь о нем все что угодно думать, но согласись, эта ферсона в мировом фигурном катании колоссальная, правильно? Безусловно. Человек, который выиграл одну Олимпиаду и проиграл еще. Не то, что в российском, в принципе, в мировом спорте, да, то есть это человек, которого знает весь мир. Теперь посмотри, сколько у него хейтеров. Ну, хейтер сейчас его не за то, что он Плющенко такой выступал, а за то, что он позволил себе поднять рот на Этер Георгиево. Да нет, ты знаешь, многие, мне кажется, уже его и спортивные достижения готовы принизить. Им лишь бы пакетик. Я его охотно понимаю, потому что, если, например, залезть под интервью мое там с Москвиной, еще там, где, если позалезть, чуть-чуть усомниться в группе Этер Георгиевны, чуть-чуть там где-то там какую-то критическую нотку в адрес Алины Загитовой, все, тут же поднимается. И еще более того, тебя начинают обвинять, говорят, а, ты не случайно такое сказал, тебе, значит, заплатили. В стране там, я не знаю кого, Медведев, еще кого-то. Да, на самом деле, да, меня это все тоже больше веселит. Люди думают, что вот всем за все это кто-то платит. Я вот каждый раз считаю и думаю, блин, какие же вот все бы люди вокруг фигурного катания богатые были, если бы хотя бы 50 копеек платили вот за каждый пост этой фигни. Представляешь, мы бы тут все миллионерами были уже. Хорошо, давай продолжим. Станислава Константинова и Валентина Чеботарева. Ну, Станислава Константинова и Валентина Чеботарева, я не знаю, явно, что у Стаси, конечно, очень жесткий кризис сейчас в карьере. Очень бы хотелось, чтобы она из него вышла, потому что, ну, жалко такую красивую фигуристку не видеть на соревнованиях. Но если продолжится то, что продолжается сейчас, то на соревнованиях высшего уровня мы ее рискуем не увидеть через год. Но не хотелось. Так а вот что им делать? Вот завтра там первый Валентина Чеботарева будет готовиться к Новому году, нарезать колбасу, Стаси там будет ставить, я не знаю, оливье делать. Что им делать дальше? Это же спортсмен, понимаешь, у спортсмена должна быть психология спортсмена. Если он все время падает, значит, он что-то делает не так на тренировках, ну, согласись. Вот такой анекдот, я помню, про Ленина и Крупск, когда Ленин сидит и говорит, вот, Наденька, там, когда я был в ссылке, ты была со мной. Когда меня там жандармы ставили, ты была со мной. Когда то-то ты была со мной. Слушай, да, да, Володя, я всегда была с тобой. Он говорит, так вот, я подумал, что ты, значит, приносишь мне несчастье. И Наденька в шоке оборачивается, и у нее из чайника кипятком Ленин еще оливается. И он кичит так, ааа! Вот. Ну, то есть Ленин прав был, да, я так понял? Я не провожу прямых параллелей, но как-то вот получается, что союз, он вот на Чеботарева и Константин в том, что Стася плачет, Валентина Михайловна, Михайловна, улыбается как-то странно, и все. И они уходят. Но, кстати, самое лучшее, что у Стася на Чемпионате России было, это совместное фото с Медведевой с показательным выступлением. Там, кстати, улыбается. Чеботарева, наверное, тоже. Вот это опять же тебе пример, да? Вот все жалуются, что Этери Тутберидзе якобы злой тренер, да? Вот что значит она? Злой, понятие злой, оно относительно. Меня тоже на работе злой называют. Знаешь, я добрейшей души человек. Так вот, смотри, вот тебе Валентина Чеботарева добрый тренер. Ее все, ее подопечные любят. Миша Коляда, у него сколько было болезней, травм. Он продолжает карьеру, продолжает. И муж сколько лет. Он уже женился человек, уже скоро у него большая семья будет. А он все катается и катается. Ну, сейчас, правда, не катается, да, сейчас он лечится, мы ему желаем здоровья. Но он же вернется, правильно, кстати? Ты про него меня не смелось спросить? Ну, конечно, Миша, пожелаем удачи. Вот тебе добрый тренер, у которого фигуристы долго выступают, пожалуйста. Вот тебе пример. Нет, понимаешь, есть тренеры, которые могут подвести ко взрослому, а дальше уже, возможно, они не могут дать ту требовательность, которую надо. И они отдают, отпускают. Ну, тут вопрос в ученике, уйдет он или нет. Ни Михаил, ни Станиславович не хотят. А вот Лиза тут камышу. Идеально вообще для шоу, она просто создана. Ну, Лиза Туктамышева, ты знаешь ее историю, ее взаимоотношения с судьями, ее проблемы с компонентностью. У нее просто, как сказать, у нее на протяжении карьеры особо ничего не меняется. То есть, да, у нее были всплески, были падения, но общий тон один и тот же. Честно, ничего не меняется. То она была чемпионата, выиграла в сезоне все, в постолимпийском, 14-15, все турниры. Да, да. То она вообще не попадала даже на чемпионат Европы в олимпийский сезон. Седьмое место занимала. Да, и при этом она все время, по сути-то, одна и та же. То есть, у нее одни и те же сильные склоны. Одна и даже цыганочка? Великолепные, да, прыжковые, великолепные прыжковые, в принципе, великолепные физические данные. Ну, Триксель, понятно. Так это претензия Мишина или кому? А? Если она не меняется. Я не знаю, может, она не хочет меняться. Может, Мишин не хочет, чтобы она менялась. Может, он хочет, что, может, он считает, что вот это ее идеально менять. Как же поздно, смотря, она четверной разучивает. Фактически разучила, осталось только исполнить на соревновании. Интересно. Разучила, осталось только исполнить. Это самое главное, Олег. Большинство-то и этого не могут. Она, видишь, смотри, старается, и уже, по крайней мере, на половине пути. Может быть, они считают, что это её идеал. В данном случае, как это не цинично прозвучит, в отношении четверного есть только две стороны медали. Ты либо его прыгаешь, либо его не прыгаешь. Ну, вон она тебе на тренировках прыгнула. Ну, на тренировках, это я опять же повторяю, что, где, когда, с дивана. Насчитай мне 10 фигуристок, которые прыгают четверной на тренировках, фигуристок женщин, и делают это ещё так, как тук-тамыш. Ты выглядишь, она чисто его исполняет. Я видел, когда она исполнила его на чемпионате России. К сожалению, не чисто. Первая попытка, по-твоему. Первая попытка на главном турнире первой половины сезона. На котором было абсолютно нечего терять. Наверное, согласись, что, наверное, возможно, стоило раньше. Вот, как раз на этапе гран-при, в этом коммерческом чемпионате России, можно было попробовать? Не успела. А что ещё можно было попробовать? Не успела, ещё не натренировала. Сейчас она к этому стремится. А почему только сейчас пришла? Она в интервью сказала, что... Эти девочки тут Беридзе появились-то не сегодня. Не вчера. И их четверные про четверные знали тоже не сегодня. Ну, потому что до сих пор не получалось. Возможно, опять же, пубертат, который надо пережить. И уже состоявшейся, так сказать, фигурой, полностью идеально зная свои возможности, начинает крутить. Алена Косторная, она весь сезон была первая. Этапы гран-при первая. Первая. Финал гран-при первая. Да? Да. Мы забыли, что она год назад проиграла Щербаковой на взрослом чемпионате России. И сейчас... Сейчас она вообще-то только... Тоже только что проиграла. Она приезжает и снова проигрывает тут Щербаковой. И они сейчас едут на чемпионате в январе в Грац. Несмотря на высочайшие баллы, которые... Вот это психологически. Можно Косторная его как-то немножко... Ну, не подлометит, это громкое слово. Ну, так. Заставить усомниться в себе. Косторная, по-моему, очень самоуверенный человек. В хорошем смысле. С чего ты делал такое? Потому что она галстук надела? Да вообще со всего. Я, конечно, не психолог профессионального. Но мне кажется, что уж она-то в себе уверена. А я видел ее очень расстроенную. Когда они сидели все втроем после выступления. Она не скрывала свою расстройство. Это не была такая дежурная улыбка. Так вот, вот. Это признак человека, который цельный. Который не считает, что нужно скрывать своих эмоций. Она не рыдала как трусово. Своих эмоций. Держалась в свои эмоции. Но то, что она была расстроена, было видно сразу. Ну, во всяком случае, я уверен, что вот уж кому-кому. А ей неуверенность в собственных силах точно не грозит. И она, знаешь, она скорее быстро завершит карьеру. То есть, то ли там, может быть, там. 16,5. Добившись всех целей. Нет, сейчас она пока еще не может ее точно завершить. Потому что она еще не добилась всего, чего хотела. Чем там усомнится в себе и начнет проигрывать, я уверен. Она в себе сомневаться не будет 100%. Хорошо. Но от Александра Трусова так и будет ходить между прыжками? Ну, Александре Трусовой надо решать. Либо она действительно всю программу затачивает на четверные. С учетом того, что... Как ты знаешь, женские правила этого не поощряют. А их ведь могут еще больше ужесточить. Неизвестно, что сейчас будет. Понятно, что Федерации США и России будут против. У США там своя Алиса Лю подрастает. Но все возможно. Все-таки подавляющее-то большинство женщин, как ты понимаешь, четверные не прыгают и, скорее всего, не будут. Поэтому тут еще вопрос. Что там будет с этим дальше? Так и что у нас получается? Фигурное катание, если назвать вещи с именами, становится таким детским. Да не становится оно детским. Трусова одна такая. Од-на. Ну, а Щербакова что, сильно выглядит взрослее? Да при чем здесь взрослее? Ты говоришь о полном упоре на четверные. Так делает только одна Александра Трусова. У Щербаковой совершенно другой подход. Щербакова – это золотая середина. Ну, извини, если ты видишь, что это дает результат, то, естественно... Кто чемпионат России выиграл? Все летом Щербакова. Кто в финал Гран-при выиграл? Кострома. Ну, где ты видишь здесь победу? Результат Александра Трусовой стопроцентный. Нет? Может быть, нулю процентов? Ну, все равно понятно, что это разучный четверной – это ключ к победе. Ты только что сказал, что она проиграла два турнира. Ну, она проиграла на чем? Если бы она сделала свои четверные... Так вот, пусть она их сделает. А она не сделала, потому что она еще по возрасту, может быть, она перегорела, перенесла, она увидела столько людей, она увидела плакаты. Ну, ну, ну. Так где ты ключ к победам-то увидел? Она увидела этой Георгиевны хищно улыбающейся. Нету пока ключа к победам. И в этом и прелесть. Зато она делает то, чего никто другой не делает. Она говорит, что тут Береза, когда ее обняла, так сказать, поддержала и сказала, ты еще будешь первой. То есть, такое, мне кажется, вот страшно будет... Вот это, смотри, секундочку, важный момент. Важный, очень важный. Она такая обняла, говорит, ты будешь первой. Мне кажется, это вот такая поддержка, но кажется, страшнее, если когда-нибудь тут Береза скажет, ты не будешь первой. Вот эти слова могут вообще... Вот так, как она, возможно, сказала что-то подобное Медведевым. Нет, нет больше второй трусовой в мире. И, возможно, вообще и не будет. Я вполне допускаю, что такой второй не будет вообще никогда. То есть, ты считаешь, что хорошо, что есть такое отличие от других? Такой человек, который заточен на прыжки, который от этого получает кайф, который вот прыгает, там пять четверных заводит, два не получились, но ничего, я еще три. И при этом она ни разу не машина для побед, как почему-то говорят. Она выиграла финал Гран-при? Нет, не выиграла. Она выиграла чемпионат России? Нет, не выиграла. Допустим, хорошо, она выиграет Европу, мир, Олимпиаду, все что угодно. Финал Кубка России? Не уверена, что она там будет выступать. Но если будет, то да. Но это не сделает ее машиной для побед. Все уже видели, что ее можно обыгрывать. С этим ты, наверное, не будешь спорить, правильно? А это остановит слова Киры Корпи, которая говорит, ребята, давайте подумаем о том цене, которую платят за успех эти девочки. А Кира Корпи, прости, за свой успех, ничего не заплатила? Слушай, ну у нее не было таких. Ездила на розовых пони и кушала все, что хотела в своей жизни, и все у нее прекрасно. Нет, ну может ты же знаешь, о чем она говорит? Об этих четверных? Нет, я не знаю, о чем она говорит. Я конкретно не очень понимаю, о чем она говорит. О том, что все российские фигуристки, которые выполняют четверные инвалидами после карьеры станут, об этом она говорит? Нет, она не делает такие вот... Тогда пусть она четко объяснит, о чем она говорит. Потому что я не знаю, например. Я не телепат. Слушай, ну в любом случае все это мы сможем проверить, и дай бог, чтобы это все не совпало, только через несколько лет. Почему сейчас в фигурном катании все говорят, давайте уберем этот хейт. У нас столько хейта, у нас столько ненависти. Еще до чемпионата России говорили. И никто не знает, как его остановить. Сейчас просто, ну такой чемпионат России прошел спокойные итоги. Представь себе, Женя Медведева осталась бы и в ботинках со скотчем вышла бы, откатала бы, например, четвертое место, а потом бы в воскресенье ее пропихнули вместо трусовой на чемпионат Европы. И представляешь, сколько бы сейчас полоскали бы. Полоскали бы. Ну, потому что люди в принципе не любят, когда кого-то пропихивают. Сама ситуация сложилась такая благоприятная, что сделали только спортивный принцип. Три лучших взяли, три лучших отправили на Европу. Так так и должно быть, наверное, нет? Или я что-то не понимаю в этой жизни? Ну, так и должно быть. Так должно было быть, если бы в регламенте сразу было прописано три лучших чемпионата России, и вот на это. Но была лазейка, третью выбирает тренерский совет. Ну, ты прекрасно знаешь, что бывают случаи, когда человек пропускает чемпионат России. хоть Лалайкину. Ну, любую он вряд ли мог выбрать. Ну, вот. И получается так, что сейчас просто нет повода для хейта. Сейчас немножко успокоились, Новый год отпраздновать. Но в любой момент может полохнуть. В любой момент. Любое высказание Медведевой. Только скажу, что... Любые какие-то слова Загитовой. Ты вспомни, Загитова пришла в программу «Время» на Первый канал. Приходит фигуристка, уважаемый, выгружает все, и говорит, я приостанавливаю карьеру. Вроде, ну что тут такого? Ну, объявила там, жалко, расстроились. Ну, сколько было, сколько дней подряд, было срача, откровенно. Все переругались, восстановится, восстановится, хотя, казалось бы, 17-летняя девочка. Ну, так это значит, что людей волнует эта тема, понимаешь? Отсюда и хейт. Хейт – это прямое следствие популярности. Это, во-первых. Во-вторых... Хейт – это все-таки... Я не спорю... Нет, хейт – это все-таки уже переход китарам. Нет, подожди, я не спорю с тем, что в интернете хейта действительно много, это действительно очень бесит, но ты посмотри, какая атмосфера на трибунах. Да, вот выходит Медведева, и ей аплодируют. Выходит Кацалапов, Синицына, которых в интернете очень много, полощи от Бурнетти, и им аплодируют. Так вот, о чем я говорю. Градус хейта в интернете, да, он огромный, но в реальной жизни он все-таки преувеличен. Ну, не так там все. Хорошо. Я последний тогда подвести, чтобы черту... Вот в российском фигурном катании наступила эпоха Тутберидзе, которая заднёт... В российском фигурном катании не только женский разряд, есть четыре разряда в российском фигурном катании. Сейчас все знают, что есть группа Тутберидзе, где гарантированно можно подготовить, если ты пройдёшь все вот эти круги ада, подготовить чемпионку, фигурис, которая может выиграть Олимпиаду. Эпоха Этери Тутберидзе наступила в спортивных СМИ, которые упоминают фигурное катание. А в российском фигурном катании, помимо Этери Георгиевна, есть ещё очень много всего, хотя она реально большой молодец. Но она топ, она номер один. Она топ, она номер один, поэтому мы её выбрали. И ещё раз, опять же, понимаешь, это то, что очень редко случается у нас. Человек делает то, с чего никто другой не делает. Она вывела фигурное катание на совершенно другой уровень. У неё женщины делают то... Женщины или девочки? Молодые девушки. Выкатился. Молодые девушки... Спасибо, что я не сказал робота. Хрупкого телосложения, двухметровых я пока не видел, хотя интересно было бы посмотреть. Двухметровый, я боюсь, что не подходит под стиль. Ну, Макар Игнатов высокий парень, а ведь прыгает же, нормально, крутит. Хоть и не всегда, но... Ну, он не двухметровый, разумеется. Хотя в баскетбол играть мог бы. Она вывела техническую подготовку женщин, приблизила её к мужской. И это реальная революция. Такого никогда раньше не было. То есть, это революционерка? Революционерка в спорте. Эта Ре Георгиевна, её ученики после революции ещё долго будут топами? Или произойдёт следующая революция? Может, кто-то придёт новый? Я думаю, что школа надолго, что американцы сейчас будут двигаться в том же направлении и с Алисой, и с другими. А могут это переманить? Куда? В Америку? В Америку, например. Нет, это крайне маловероятно. Почему? Она сама не поедет. Она, во-первых, сама не поедет. Во-вторых, американцы переманивают, знаешь, тогда, когда у них нет вообще никаких своих наработок. Вот тогда они с огромным удовольствием переманивают. А когда у них есть возможность работать со своим, они предпочитают работать со своим. Давай поздравим фигуристов, прежде всего. Этери Георгиевну. Человека года. Человека года. По версии спортсменов. Её всех учеников. Жене Медведеву. Желаем, чтобы ей Дед Мороз принёс новые ботинки. Женя Медведева. Бескоча. Тоже ученица Этери. Под ёлку. Алине Загитовой. Желаем, чтобы она в один из дней проснулась и поняла, что не может больше без соревнований и вернулась к нам. Ну а всем просто здоровья, счастья и таких же трудовых успехов, как у группы Этери Тутбереза. И лично от меня очень бы хотелось увидеть на международных... Только без вульгарности. Хорошо, без вульгарности увидеть на международных стартах фигуристку Настю Шпилевую. Безо всякой вульгарности посмотри видео. Ты мне запретил говорить про вульгарность, поэтому просто посмотри видео. Субтитры создавал DimaTorzok